Докажите, что для любой сигнатуры из одного символа отношение Q бинарного и для любого N натурального найдется выполнимое предложение φ, любая модель, которая имеет мощность не меньшая. Итак, у нас в наших руках есть бинарный символ Q. Мы хотим придумать такую формулу, которая говорит, что у нас есть N разных элементов, хотя бы. Правильно? Да. Хорошо. Сейчас я покажу, как это делается. Это дело совершенно несложное. Вот, смотрите. Предположим, у меня есть такое предложение. Для любого X неверно QXX. Что мы можем сказать о такой формуле? Она нам что-нибудь говорит о мощности модели? Ну, как минимум модель из одного элемента. Ну, модель всегда как минимум из одного элемента, потому что пустые структуры у нас не допускаются по определению. Здесь сказано, по сути дела, что наше Q и рефлексивно. Хорошо. А теперь давайте я добавлю еще такое утверждение. Существует X, существует Y. Такие, что QXY. Вот эта фраза уже говорит, что X и Y принадлежат какому-то... Ну, у вас вроде было слово антирефлексивно, да? Вспоминаем DM1. Какая у вас была терминология? Антирефлексивно, по-моему, да? Было такое. Ну, когда нету пары одинаковых, ни одной. Вот. Ну, я называю это и рефлексивно, но пусть будет антирефлексивно. Значит, X и Y принадлежат антирефлексивному отношению. Так. Какое... Вот скажите, пожалуйста, есть ли у нас в структуре истинно такое предложение? Что мы можем сказать? Может там быть только один элемент? Если там только один элемент, то у нас должны быть... Вот если это истина, у нас должны быть такие A и B в носителе, что A и B попадают в это отношение Q. Правильно? Ну, если там один элемент, то получается, что X равно Y. Получается, что Q, A, B. Но с другой стороны, ведь для любого A у нас неверно, что Q, A, A. А, то есть это не доложено. Что отсюда следует? Отсюда следует, что A не равно B. Правильно? Или нет? Ну, если это предложение истинно, я утверждаю, что у нас в нашей структуре есть хотя бы два разных элемента. Почему? Потому что те точки, за счет которых верно Q, X, Y, они не могут быть одинаковыми. Вот за счет этого свойства. Понятно? Или не очень? Ну, в общем, да. А как сказать, давайте для закрепления, как сказать, что у нас есть хотя бы три разных элемента? Ну, возможно, отрицание вот этого условия. Какого? Последнего, которое обведено. То есть что, не существует X, Y, которые принадлежат отношению? Да бог своим. Почему? Почему отрицание? Если я хочу один элемент добавить. А, у нас три элемента для отношений между ними. Я хочу, чтобы их было хотя бы три. Как этого сделать? Ну, я опять скажу, что пусть у нас Q и рефлексивная, и существует три точки. Какие? Ну, собираем. QXY, QYZ и QXZ. Да. Если такая штука верна, то понятно, что вот эти XYZ, которые существуют в нашей модели, ни один из них не может быть, ни одна пара из них не может быть парой одинаковых. Ну, потому что для одинаковых Q неверно. Поэтому, если это выполнено в какой-то модели, то в ней хотя бы три разных элемента. Понятно? Понятно. Обратите внимание, еще важен вопрос. Выполнимо ли само это предложение? А есть ли у него модели? Как вы считаете, выполнимо ли оно? Может, оно противоречиво? У него вообще нет модели? Или есть? Ну, вот у меня, собственно, в этом и был вопрос. Почему не может быть, что для какого-то абстрактного Q отношения оно может быть противоречивым? Противоречива формула, а не отношения. Но вот конкретно эта формула не может быть противоречивой, потому что у нее есть модель. Да, вот вам пример модели этой формулы. Хотите конечную, хотите бесконечную. Носитель, давайте бесконечную. Натуральные числа. Q. Ну, это просто порядок на натуральных строгий. Он же антирефлексивен. Ну, порядок натуральных чисел. Он не может же так быть, что число меньше самого себя? Не может. Не может. Есть у нас три точки такие, что А меньше Б, Б меньше С и А меньше С. Есть такие? Например, 1, 2, 2, 3 и 1, 3. Понятно? Понятно. Если я сюда добавлю требования транзитивности Q, я могу здесь писать меньше. Не все пары вот здесь писать, а только те, которые мне там нужны по транзитивности. Понятная идея? Да. То есть вы должны аксиоматизировать, то есть записывать формулой то, что вы хотите. Как вам, имея бинарный предикат, добиться того, чтобы какие-то точки были неравны? Ну, надо просто сказать, что этот предикат антирефлексивный. Что он никогда не выполняется для равных, а для каких-то выполняется. Ну, может быть, это, конечно, некий трюк, но он на самом деле очень простой. Ну, что же, продолжаем? Или еще есть вопросы? А почему нам известно, что это отношение антирефлексивное? Ну, вы же это написали, вот эта вот фигня, она на вас никакого впечатления не произойдет. Нет, для конкретно такой связки, я верю, но мы можем взять какое-то другое отношение к этому. Смотрите, вы берете не отношение, вы берете формулу. Вот давайте на первой сосредоточимся. Вы берете формулу. Формула – это просто запись такая. Вот, предположим, в какой-то структуре наша формула выполнилась. Что это означает? Вот у нас есть интерпретация. Эта интерпретация как-то интерпретирует наше Q. Получилось какое-то отношение на носителе нашей структуры. Правильно? При этом значение вот этой формулы, ну, от оценки оно не зависит, потому что это предложение. Я оценку здесь не пишу, потому что тут нет свободных переменных, от оценки это не зависит. А это равно единице. Что это значит? Когда такая формула равна единице? Ну, это значит для любого А из нашей структуры, какая формула будет иметь значение единице? Вот такая вот. Если мы Х, оценим этим А. Правильно? А это, в свою очередь, что означает? Ну, что пара АА, ну, она неверна, что она принадлежит нашему Q. То есть, это значит, что QM антирефлексивно. Вы поймите, формулы позволяют задавать свойства нашей структуры. Как вы вообще узнаете, что какое-то отношение антирефлексивно? Ну, вы же пишете соответствующую формулу. Вот мы ее и написали. Что скажете? Понятно. Ну, давайте для контроля напишем формулу. Это нам тем более понадобится. Давайте уж решим задачу 5 со звездочкой. Для контроля давайте напишем предложение, которое говорит следующее. Вот я хочу придумать. Вот у меня P какой-то символ. Он фиксирован. Это реляционный, ну, или предикатный символ. Символ фиксирован. Я хочу написать, хочу придумать такое предложение. Ну, тут у нас будут только нормальные модели, что, впрочем, не важно. Хочу придумать такое предложение. Я его назову EGP. СТ от Сигма. То есть множество предложений сигнатуры Сигма. Хочу придумать такое предложение. Такое, что в любой структуре оно верно. Тогда и только тогда, когда в этой структуре P интерпретируется как отношение эквивалентности. Помнишь такое отношение эквивалентности? Да. Что в отношении эквивалентности? Рефлексивное, симметричное и транзитивное. Рефлексивное, симметричное и транзитивное. Мы можем эти свойства записать? Да, можем. Ну, и как же это будет выглядеть? Как же будет выглядеть такое предложение? Пожалуйста, продиктуйте его нам. Для любого X, PXX. PXX, да, рефлексивность есть. Дальше. Дальше транзитивность можно. Ну, пожалуйста. Для любых X, Y. Конъюнкцию не забываем. Это же одно предложение должно быть. Для любого X. X, для любого Y, для любого Z. Так. Из того, что PXY и PYZ следует PXZ. Так. Видите, как просто. И что еще остается? Ну, для любых. А, да, конъюнкция. И для любых X, и для любого Y. Из PXY следует PYZ. Вот. Ну что, сложно это? Какие есть вопросы? То есть, мы с вами написали такое предложение, которое натурально говорит, что P – это отношение эквивалентности. Что значит P? Ну, точнее, отношением эквивалентности является то отношение, которое интерпретирует наш символ в структуре. Понятно это? Понятно это? Да. Хорошо. А теперь давайте напишем формулу, которая бы говорила, что некоторые элементы образуют класс эквивалентности по отношению P. Давайте вот такую вот формулу заведем. EC, C, P, N. У нее будет N параметров. Мы, вроде, все это писали на… Повторение мать учения. Ну, знаете, если мы это писали, тогда непонятно, почему возник вопрос по первой задаче с рефлексивностью. Потому что мысль та же самая. Значит, давайте повторим. Значит, мы хотим написать формулу. Что тут у нас теперь будут нормальные модели, потому что нам нужно равенство. Помнишь, какой нормальные модели? Нормальные структуры, нормальные интерпретации. Модель, структура, интерпретации – это почти синонимы. Нормальные – это какие? Ну, где определено равенство. Где символ равенства имеет жесткую интерпретацию. То есть, для любой нормальный – это для любой, где равенство действительно означает совпадение. Это нам нужно, чтобы считать элементы, сравнивать там и так далее, чтобы их было ровно N. Мы хотим написать такую формулу, которая говорит следующее. Что вот для любых наших ашек, их там N штук, формула ЭКЦПН, она на ашках выполняется тогда и только тогда, когда вот эти ашки – это некий класс эквивалентности по отношению P, в смысле M. Как это написать? Тем более, если мы это делали, давайте уже вы нам это и расскажете. Как же это делается? Как нам такую формулу написать? Вот она от X1, XN там зависит. Как ее написать? Ну, пожалуйста. Надо сказать, что они все различные. Хорошо, хорошо. Давайте скажем, а у нас уже такая формула была. Помните, она называлась DIF? Это просто, ну, там, попарное неравенство для этих X. Так, еще что? Надо сказать, что они все находятся в отношении P. Кстати, не мешало бы сказать, что P – действительно эквивалентность. Кашу маслом не испортишь, давайте добавим ее сюда. Надо сказать, что все они в отношении P. Так, а как это сказать? Надо прямо все пары описывать? Что для каждой пары или можно как-то сэкономить? Можно с одним каким-то подальше, по транситивности. Естественно. То есть, что достаточно сказать? Пожалуйста, диктуйте. Ну, что конъюнкция по I от 1 до N или от 2? Можно даже от 2 до N, да. P? А P, вот, X1, XET. Вот, все остальные, они эквивалентны XPRM. Так, теперь мы получили, что они все... Вот до сих пор мы доказали, до сих пор мы выразили такую мысль. Все эти числа лежат в одном классе эквивалентности. Но почему они образуют весь класс? Что надо еще добавить? Нужно замыкнутость добавить, то есть, что... Ну, а именно. Как это можно сделать? Ну, то, что для любого Y, например, если выполняется P от X1Y, это значит, что... Если Y лишь эквивалентен кому-то из них, или учитывая, что они эквивалентны друг другу, эквивалентен X1, то... То он равен какому-то из X-ов. Он совпадает с одним из наших X-ов. На этот раз, конечно, вот единицы до N. Сложно это? Вроде нет. Нисколечко. Нисколечко это не сложно. Так. Что же нам делать? Теперь куда податься? Так, это мы все написали, этим мы пользовались. А теперь давайте... Надо придумать... Задачка 5. Придумать предложение F такое, что, во-первых, для любой нормальной конечной модели, если F там верно, то мощность этой модели составная. Помнишь, такое составное число? Да. И второе. Для любого составного числа у нас существует модель, ну тоже пусть она будет нормальной, такая, что ее мощность это N, и в ней верно φ. То есть, φ верно в каждой составной мощности, у нее есть модель такой мощности. И что более сложно реализовать, если она где-то верна, то модель имеет составную мощность. Как это сделать? С помощью отношений эквивалентности. Есть идея? Я предлагал подумать в прошлый раз. Что-то придумали? Мы составные хотим выразить? Да, составные. Заметьте, это не будет отрицанием формулы, которая была для простых. А вы придумали, как простые можно выразить? Это можно. Надо вспомнить, что конечное поле имеет мощность простоя в степени N. Или, может, вы не знакомы с этим фактом? Знакомы. Ну, тут нельзя просто с помощью отрицания перейти к формуле для дополнения. Почему? Потому что, посмотрите на наши требования. Нам надо, чтобы у нее в каждой составной мощности существовала модель. Но, так сказать, если мы возьмем отрицание, но это не значит, что у этого отрицания обязательно будет модель в каждой простой мощности. Это недостаточно. Ну что, как же нам это реализовать? Есть идея? Ну, если нет, давайте я вам подсказку дам. Какое вы знаете составное число? Десять. Десять. А вы проходили на дискретке диаграммы Юнга и прочую фигню? Было такое, да. Ну вот смотрите, что такое десять? Вот на уровне первого класса. Десять можно изобразить в виде такой таблички. Чем табличка характерна? Нужно сказать, что существует такое N, что множество разбивается на классы размерности N. Но оно разбивается на классы размера 1 как раз. Каждый клетчик... Неравная единице и неравная самому. Вот смотрите. Вот десять можно представить в виде такой таблицы. А шесть можно? И шесть можно. Какое вам нравится простое число? Три. Три. Ну вот три нельзя представить в виде таблицы с двумя строками и двумя столбцами. То есть можно, но она будет, эта таблица, кривая. Смотрите. У нас в первой странице не все клеточки будут заполнены. То есть мы видим, что три нельзя представить в виде таблицы, у которой две строки и два столбца. И в каждой строке, на пересечении каждой строки с каждым столбцом стоит ровно один элемент. Правильно? Понятно, что составные можно так представить, а простые нельзя. Но не все же составные на два делятся. Ну а зачем два? А зачем два? Я хотите могу... Ну какой самый маленький, который не делится на два? Это 15. Лень рисовать. Да, 9, правда. Ну 9, вот давайте. 9 я могу представить вот так. Здесь хотя бы две строки, хотя бы два столбца, но по-прежнему на пересечении каждой строки и каждого столбца стоит ровно один элемент. 9 можно так представить. А, например, 7 или 11 нельзя. Вопрос здесь такой. Вот на какой вопрос тут надо ответить, это понять. При чем здесь отношение эквивалентности? Как вы считаете, быть в одном столбце – это эквивалентность? Да. А быть в одной строке? Тоже. А быть в одной клетке? Да, вроде. А что значит быть в одной клетке? Фактически как равняться. Это значит быть и в одной строке, и в одном столбце? Нет, это не значит равняться, потому что в принципе в одной клетке могло же быть больше одного элемента. Но я хочу сказать, что два элемента в одной строке и в одном столбце тогда и только тогда, когда они в одной клетке. Это понятно? Это понятно? Да. То есть, по сути дела, мы с вами знаем, на самом деле, с первого курса, я надеюсь, знаем, что пересечение отношений эквивалентности – это отношения эквивалентности. И по сути дела нам надо написать такую формулу. Значит, ЭКП, ЭККУ, ПЭККУ – это отношения эквивалентности. То есть, дальше мне надо сказать, что все классы по пересечению одноэлементные. А с другой стороны, что и по ПЭКУ у нас хотя бы два разных класса. Как сказать, что у нас по ПЭКУ есть два разных класса? Хотя бы два. Как сказать, что у нас по ПЭКУ хотя бы два разных класса? То, что не ПЭКИКСЫ. Существуют неэквивалентные элементы. Правильно? Да. Ну и то же самое для КУ. Я могу вот здесь под квантеры всеобщности то и другое поместить. Но почему? Потому что мы же хотим, чтобы у нас в каждом пересечении было по элементу. Ну вот, я и говорю. У нас существуют такие элементы, которые ни в одной строке не лежат и ни в одном столбце не лежат. Это означает, что у нас строк хотя бы две и столбцов хотя бы два. Правильно? А теперь давайте напишем, что на пересечении каждой строки с каждым столбцом ровно один элемент. Как это сделать? Как задать столбец? Столбец – это класс эквивалентности по ПЭКУ. Класс задается своим представителям. Для любого Х, для любого У. Для любого У что? Если ПХУ и КУХУ, наверное, то… ПХУ и КУХУ, если они эквивалентны друг другу и по тому, и по другому отношению. Ну, во-первых, надо сказать, что у нас есть кто-то, кто эквивалентен. Этого мало. Нам надо сказать, что любые два класса в пересечении дают один элемент. Дело в том, что класс эквивалентности чего-то по пересечению, он равен пересечению классов. Ну, почему? Кто с вами из одной группы и из одного города? Те, кто с вами и из одной группы, и из одного города. Понятно это? Поэтому я хочу сказать, во-первых, что класс не пуст. Что на пересечении любого столбца и любой строки кто-то живет. И что такой элемент единствен. И для любого W, если он принадлежит, если он лежит в одной строке, в одном столбце с X и в одной строке с Y, если это так, то тогда этот элемент наш равен Z. Вот такая вот формула. Если она выполняется, то это означает, что у нас все классы по пересечению одноэлементные. И при этом у нас есть хотя бы два класса по P, хотя бы два класса по Q. Если все классы по пересечению одноэлементные, то значит элементов в нашем множестве столько же, сколько классов. Классов по пересечению число, оно равно произведению числа классов по P и произведению числа классов по Q. Ну, почему это так? Если студенты приехали из трех городов и учатся в двух группах, скажите, пожалуйста, сколько классов эквивалентности по отношению быть из одного города и из одной группы? А можете повторить, сколько кого есть? Допустим, у нас есть отношение эквивалентности с тремя классами и с двумя классами. Ну, например, студенты приехали из городов АБВ и выучатся в группах 202 и 203. Скажите, пожалуйста, сколько классов эквивалентности по отношению быть из одного города и из одной группы? Шесть. Ну да, не более чем шесть. Ну да, не более. Но если мы знаем, что каждый из них не пуст, то тогда их ровно шесть, правильно? А если мы дополнительно знаем, что каждый класс одноэлементный, то получается, что классов столько же, сколько элементов. Значит, число элементов, оно составное. Понятно, что там? Да. Ну, и в другую сторону. Почему в каждой составной мощности у этого предложения есть модель? Ну, очень просто. Любое составное множество, конечной составной мощности я могу выстроить в такую табличку. И тогда в качестве П я возьму отношение лежать в одном классе, в качестве К возьму отношение лежать в одном столбце, в качестве К лежать в одной строке. Тогда все это будет выполняться. Ну, можете подумать, но задача со звездочкой, поэтому, ну, объективно, относительно трудная. Раз что-то понятно, то давайте немножко сосредоточимся. Вдруг есть вопросы, которые могли бы ответить. И пойдем дальше. Коли нет вопросов, давайте вспомним, что такое автоморфизм. Автоморфизм, структура. Что значит, что альфа – это автоморфизм? Это изоморфизм в себя. Угу. А что такое изоморфизм? Это объекция с… Уважающая нашу структуру. Если это изоморфизм сам в себя, то как он выглядит? Это объекция износителя в него самого, который каким свойствам удовлетворяет? Для любого отношения у нас что? У нас набор принадлежит этому отношению тогда и только тогда, когда набор образов принадлежит тому же отношению. Понятно мое обозначение? Да. Ну, написано R от там А1АН. А здесь написано R от альфа-1 там и так далее. Альфа-АН. Вот. Уважаются все функции. Это что значит? Что это значит? Значит, альфа от значения функции чему будет равно? Функция от значения альфа. Функции от вот этих вот альф. Конечно. В данном случае M и N они одинаковы. И что с константами происходит? Констант куда должна перейти? В константу? В любую. В себя она должна перейти. В себя. Давайте вспомним еще одно определение. Что значит, что какое-то множество выразимо? Вот у нас есть какой-то N элементное... Вот у нас есть N-арное отношение на носители. Что значит, что оно выразимо в структуре? Ну, что же вы все забыли? Если вы не знаете определений, конечно, ничего нельзя достичь. Нет, ну, просто формально не очень помню, как это записывается. Ну, а неформально? Ну, элемент принадлежит X равносильно, что в M выполняется какое-то предложение. Ну, да. Но выразимо этой формула. Это не предложение, а формула с параметрами. Это как раз важно. А сколько у нее параметров, если мы выражаем N-арное отношение? N? Правильно. Например, чтобы выразить бинарное отношение, типа отношения порядка, нужна формула с двумя параметрами. Вот я и говорю, существует формула с N-параметрами в нашей сигнаторе, которая выражает наши отношения. То есть, для любого набора элементов нашей структуры соответствующей длины этот набор попадает в отношение X тогда и только тогда, когда наша формула будет верна при оценке вот этих X элементами из A. Понятно это? Да. И вот у нас было утверждение, что происходит с выразимым отношением при автоморфизме. Что с тем происходит? Оно сохраняется. В каком смысле? Ну, то есть, если у нас какой-то элемент... Для любого набора наших параметров... Если этот набор принадлежит X, то и альфа от этого набора принадлежит X. Только в одну сторону? А нет, в обе. В обе. То есть, смотрите, соотношение точно такое же, как здесь. Вот то, что имеет место для отношений, которые имеют символы в сигнаторе, и это наследуется на все выразимые формулами отношения. Вот и все, что здесь утверждается. Понятно это? Вот это вот для любого автоморфизма верно. Ну, следствие тривиальное, контрпозиция. Если у нас существует такой автоморфизм, и существует такой набор, что вот эта вот равносильность нарушается, то что тогда? Что будет? Дамы и господа, прошу активнее быть. Что так доводит? Вы не знаете, что контрпозиция? Если из А следует Б, то из не Б что следует? Не А. Ну? Ну, получается, что Х невыразимо. Ну, да, конечно. Так почему бы это и не сказать? То есть, по сути дела, мы нашли необходимые условия выразимости, которые позволяют нам доказывать, что что-то невыразимо. Давайте применим это на практике. Задача 6. Пункт А. Вот есть такая структура. Это порядок, естественный, целых чисел. Нам надо найти все автоморфизмы. Ну, во-первых, что значит найти все автоморфизмы и как это можно практически сделать? А вот как? А вот как? Все автоморфизмы мы ищем следующим образом. Допустим, у нас альфа-автоморфизм, и мы хотим максимально полно его характеризовать. Тогда что будет? Тогда чем альфа является? В смысле, биекцией? Биекцией, правильно. А еще? Ну, и обладает вот этими свойствами. А в данном случае эти свойства к чему сводятся, когда у нас всего один предикат? Ну, то, что если какие-то х любого а и б если а меньше б, то? То альфа от а меньше альфа от б. Только в одну сторону? Нет, в обе. В обе. Вот все, что мы имеем. Хорошо, а мы можем найти все такие объекции? Оказывается, можем. Я утверждаю, что альфа от n плюс 1 равно альфа от n плюс 1 для любого целого n. Доказательства. Ну, смотрите. У нас n плюс 1, он же больше, чем n. Да. Значит, отсюда следует, что альфа от n меньше, чем альфа от n плюс 1. Правильно? Да. И еще, для любого m, если m больше, чем n, то тогда n будет n плюс 1 меньше или равно, чем m. Согласна? Да. Заметьте, равенство тоже сохраняется. Почему? Ну, потому что альфа – это объекция. Даже если его нет в сигнатуре, все равно оно сохраняется в том смысле, что альфа от а и b равны тогда и только тогда, когда а равно b. Потому что альфа – это объекция. Так, поэтому я тут могу меньше равно использовать и заметить, что оно тоже сохраняется. Тогда что это означает? Это означает, что для любого m, если у меня альфа n меньше, чем альфа m, это равносильные вещи, то я могу заменить одно на другое, то альфа от n плюс 1 меньше или равно, чем альфа от m. Правильно? Да. Ну, а теперь смотрите, альфа-сюрекция. То есть, любое k имеет какой вид? Имеет вид альфа от m какого-то, правильно? Откуда у нас то, что у нас сюрекция? Ну, это объекция вообще-то. А, мы сказали, что это объекция. Ну, это же автоморфизм. Ну, да. Значит, альфа-сюрекция, поэтому на самом деле здесь у меня стоит вообще любое число. Для любого k у меня альфа от n меньше, чем… Если альфа от n меньше, чем k, то альфа от n плюс 1 меньше или равно, чем k. Что это за число? То есть, k – это наименьшее. Наименьшее число больше, чем альфа от n плюс 1. Извините. То есть, не k, а альфа. Альфа от n плюс 1 – наименьшее число больше, чем альфа от n. Смотрите. Мы видим, что альфа от n плюс 1, оно больше, чем альфа от n. Но, с другой стороны, если что-то больше, чем альфа от n, то альфа от n плюс 1, оно меньше и равно, чем k. Скажите, пожалуйста, а вот если у меня есть какое-то целое, что такое наименьшее число больше, чем вот это целое? Следующее просто по порядку. Да? То есть, смотрите, я вижу, что альфа от n плюс 1, оно больше, чем альфа от n, и между ними ничего нет. Любое число больше, чем альфа от n, любое число, которое лежит правее, чем альфа от n, оно обязано быть хотя бы равным, большим или равным, чем альфа от n плюс 1. То есть, альфа от n плюс 1 – это что? Что такое наименьшее число больше? Альфа от n плюс 1. То есть, альфа от n плюс 1 – это альфа от n плюс 1. Это можно было и по-другому доказать. Надо было сказать, что свойство быть последователем выразимо. Ну, значит, последователь числа n, n плюс 1, должен перейти в последователь числа альфа от n. Так, мы это доказали. Мы это доказали напрямую, что каждый последователь переходит в последователь. Тогда, смотрите, вот если у меня n, например, больше нуля, что такое альфа от n? Понятно, что любое число – это n-кратный положительное. n-кратный последователь нуля. Правильно? Алло. А у нас же целые числа. Почему? Ну, я хочу положительно рассмотреть сначала. А, ну да, верно. Значит, получается, это что такое? У нас последователь, образ последователь равен последователю образа. То есть, понятно, что это будет n-кратный последователь вот этого вот альфа от нуля. Непонятно это или понятно? И он будет равен n-тинице плюс альфа. Вот будет альфа от нуля плюс n. Правильно? Нет. Это для положительных. Теперь давайте рассмотрим минус. Ну, что такое альфа от минус n? Что будет, если я у числа минус n возьму последователь n раз? Что будет, если я возьму n раз последователь у такого числа? Альфа от нуля. Да, получится ноль. То есть, альфа от нуля. Смотрите, альфа от минус n равно альфа от нуля. Ну, хорошо. Значит, получается, что... Только глупость мы написали, да? Ноль. Вот тут тоже надо n еще написать, да? То есть, минус n, да. Ерунду мы написали. Смотрите, вот... Вот это вот последователь нуля. Это с одной стороны. Потому что вот это ноль. Но с другой стороны... Ведь это же будет не что иное, как n-кратный последователь образа альфа от минус n. Правильно? Ну, потому что всегда образ последователя – это последователь образа. Да. Значит, для любого положительного n я вижу, что альфа от минус n равно альфа 0. Переношу вот это направо. Минус n. Ну, и объединяя вот эти два результата, я вижу, что тогда... Вообще, для любого целого n альфа от n равно альфа от нуля плюс n. Таким образом, любой автоморфизм является сдвигом на какую-то константу. Любой автоморфизм, он выдает нам n плюс константа. Причем константа равна значению автоморфизма в точке 0. Итак, любой автоморфизм – это сдвиг, добавление константа. Вопрос. А каждый ли сдвиг – это автоморфизм? Солочисленный. Ну да, а какой же еще? Ну, вроде, когда? Конечно. Почему? Потому что для любого целого числа у нас n меньше, чем m, тогда и только тогда, когда c плюс n меньше, чем c плюс m. И с другой стороны сдвиг – это биекция. Понятно это? Дамы и господа, если что-то непонятно, скажите. Да, все понятно. Значит, получается, что что же такое автоморфизма нашей структуры? Это ровно все сдвиги. Следствие. В нашей структуре невыразимо Ну, невыразимо сложение. Почему сложение невыразимо? Вообще, что значит выразить функцию? Алло, что значит выразить функцию? Значит, выразить ее график. Тернарное отношение, которое говорит нам, что a плюс b равно c. Допустим, существует формула Такая, что вот в нашей структуре Она верна для каких-то a, b, c Тогда и только тогда, когда a плюс b равно c. Допустим, такая формула существует. Что нам нужно? Вот мы видим, что любое выразимое множество Оно сохраняется каждым автоморфизмом. То есть множество таких троек a, b, c должно сохраняться при сдвигах. А оно сохраняется. У нас должно быть a плюс b равно c Должно быть эквивалентно альфа от а плюс альфа от b равно альфа от c Для любого автоморфизма Ну и для любых a, b, c Это верно? Нет Почему? Контрпример Вроде как любой сдвиг, если взять А если взять нулевой сдвиг? А, ну хорошо Взять сдвиг на единицу, например Пусть альфа это сдвиг на единицу Пусть альфа от n равно n плюс 1 Для любого n Понятно, что такая альфа это автоморфизм, правильно? Да Что надо взять в качестве a, b, c? Ну, какие-нибудь три числа Какие? Примерно это провести 1, 2 и 3 Пусть a, b, c это 1, 2 и 3 Тогда У нас 1 плюс 2 Равно 3, верно? Но Альфа 1 Плюс альфа 2 Это что такое? Это 2 плюс 3 Альфа от 3 Это что такое? Это 4 Они не равны То есть вот эти вот не равны Вывод Значит, плюс невыразимо Потому что не сохраняется некоторым автоморфизмом А все выразимое сохраняется всеми автоморфизмами Понятно это? Да Да Хорошо Дальше Б Какие автоморфизмы здесь? Целые числа со сложением, группа целых чисел Вопрос тот же Найти все автоморфизмы А потом привести пример невыразимого отношения Как найти здесь все автоморфизмы? Ну, очень просто Мы ищем необходимые условия на то, что это автоморфизм Пусть это автоморфизм Тогда что? Тогда наша альфа – это биекция И для любых А и Б целых У нас альфа от их суммы Должна быть равна чему? Сумме образов Сумме образов Смотрим, что это означает Тогда Если я возьму альфа от N и от 0 Что это будет? Альфа от N плюс альфа от N Это с одной стороны А с другой стороны это альфа от N Что отсюда следует? Альфа от 0 равна 0 Значит Любой автоморфизм Как и следовало бы ожидать Ноль переводит в ноль Ноль выразимый элемент Как нейтральный Он остается на месте Хорошо Далее Что будет дальше? Ноль переходит в ноль Очень хорошо Давайте я возьму положительное число Ну а что такое положительное число? Дело в том, что любое положительное число – это сумма N единиц Получается, что альфа от N – это сумма N единиц Правильно? Значит, это будет альфа от 1 Н раз То есть N умножить на альфа от 1 А это для положительных чисел Что с отрицательными? Альфа от N Плюс альфа от минус N Это что? С одной стороны это альфа от N плюс минус N То есть альфа от нуля Альфа от нуля равно Нулю Альфа от нуля равно нулю То есть смотрите Альфа от N плюс альфа от минус N равно нулю Вывод Альфа от минус N равно минус альфа N То есть для отрицательных чисел У нас получается то же самое Только отличается знаком Значит, для любого целого У меня альфа от N равно N умножить на альфа от 1 Таким образом Любой автоморфизм это Умножение на константу Вопрос Каждое ли умножение на константу это Автоморфизм? Нет А на какую константу Только на какую константу будет автоморфизм? На 1, например А еще? Минус 1 А еще? Умножение на 0 Не нулевую Хорошо Умножение на 0 не автоморфизм Почему? Потому что это не инъекция Потому что не инъекция Не инъекция Все в 0 переводится А умножение на 2 Тогда это будет не инъекция Получается Правильно Не автоморфизм Это не инъекция Получаются только четные числа А нам нужна была Объекция Из целых в целое Понятно, что умножение на 2 Не объекция Ну и на 3 И так далее тоже Какой же вывод? Какие у нас есть автоморфизмы? Много их мало Какие тут автоморфизмы? Умножение на единицу То есть дождественный автоморфизм И умножение на минус 1 Ровно 2 автоморфизма Давайте покажем, что что-то невыразимо Утверждение В этой структуре невыразим, допустим, порядок Почему? Когда порядок нарушается? Когда вот N переходит в минус N Рассмотрим автоморфизм Умножение на минус 1 Тогда что мы видим? 2 меньше, чем 3 Но альфа От двойки Это что? Не знаю Минус 2 Минус 2 не меньше, чем минус 3 Не меньше Значит, меньше не сохраняется альфа Хотя альфа – это автоморфизм Значит, меньше невыразимо Сложно это? Нет Следующая задачка – В Давайте это доделаем, потому что вам пора сдавать ДЗ По этой теме Ку Равно и плюс Тот же самый вопрос Какие здесь автоморфизмы? Допустим, альфа-автоморфизм этой структуры Как он устроен? Для любых А и В Да Биекция И для любых целых чисел Ну, извините Рациональных чисел А и В Альфа от А плюс В Равно альфа от А плюс альфа от В Смотрим, что будет Что такое ноль? Ну, если я возьму И сложу Какое-то рациональное число Давайте, Ку его назовем С нулем С одной стороны это будет альфа от Ку А с другой стороны это альфа от Ку Плюс альфа от нуля Отсюда следует, что альфа от нуля Равно нулю Так будет, конечно, в любой группе Возьмем числа с разным знаком Альфа от Ку плюс Минус Ку Что это? С одной стороны это альфа от нуля То есть ноль А с другой стороны это альфа от Ку Плюс альфа от минус Ку Следовательно, альфа от минус Ку Равно минус альфа от Ку Согласны? Да Возьмем число целое положительное Что тогда будет? Альфа от н Это что такое? Такое число это сумма н единиц Получается альфа от единицы Н раз, то есть н умножить на альфа от единицы Понятно? А как найти альфа от одной эмтой? От одной эмтой Есть какая-нибудь идея? Хочется вот прямо сказать, что это альфа от единицы делить на альфа от n Ну да, почему? Только делить надо не на альфа от n Ну вот А может быть просто на n? Да, почему? Есть идея? Вот типа такой Ну если я это n раз сложу, что получится? Единица С одной стороны у нас получится n копий вот такой вот штуки А с другой стороны получится с учетом того, что альфа коммутируется сложением Получается альфа от единицы Логично? Логично Альфа от единицы Я делю на n И получаю, что альфа от одной энтой Равно альфа от единицы деленное на n Вот А если бы здесь была не одна энта, а m энтых Что бы было? Альфа от m Было бы альфа от m А мы знаем, что для целых это просто m умножить на альфа от единицы То есть получилось бы альфа от альфа от альфа от единицы Альфа от 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 единицы Должен нам выдать это же q умножить на образ единицы Вывод. Любой автоморфизм – это умножение на константу. Вопрос. А всякое ли умножение на константу – это автоморфизм? Константы рациональны, естественно. Всякое ли умножение на константу – автоморфизм? Ну, на ноль точно нет. Точно нет, оно не ноль. Скажите, пожалуйста, умножение на константу биективно, а не нулевую? Нет. Ну, почему же нет? У него есть обратное. Если я умножу что-то на 1 третью, а потом на 3 умножу, что получится? Умножение на любую константу, кроме нуля, это биекция. Ну, да, в рациональном, да. Сохраняет умножение на константу сложения? Если сумму на что-то умножить, что получится? Ну, да. Получится сумма умноженных слагаемых. То есть, получается, что нам подходит умножение на любую ненулевую константу. Здесь вы видите счетно много автоморфизмов. Автоморфизмы – это все вот такие вот функции умножения на константу. Где С – это любое рациональное, кроме нуля. Ну, например, выразимо множество целых чисел здесь. Нет, почему? Какой автоморфизм его не сохраняет заведомо? Умножение на нецелое число. Например, все должно быть конкретно. Умножение на целое, умножение на два. Умножение на два тоже его не сохраняет, потому что в ту же и в другую сторону должно быть. Смотрите, у нас одна вторая, она не целая, да? Но альфа от одной второй – это единица, она целая. То есть неверно, что для всех КУ у нас КУ принадлежит целым тогда и только тогда, когда альфа от КУ принадлежит целым. Неверно это. То есть С не сохраняется. Ну, новый элемент-то в нем возникает. Вывод – это Z невыразимо, целый невыразимо. Понятно? Да. Так, хорошо. Давайте добьем листок. Пункт D. Поле вещественных чисел. Какие тут автоморфизмы? Это очень хороший вопрос. Гипотеза у вас есть? Можете повторить еще раз? Что? Вот определение R. Ну, поле вещественных чисел. Вещественные числа с операцией сложения и умножения. Что-то повторить-то. Ну, получается у нас альфа от умножения переходит умножение. Да, альфа от X умножить на Y должно быть равно альфа от X умножить на альфа от Y. Альфа от Y равно, да, правильно. Можете какую-то одну такую функцию предъявить? Ну, кроме тождественной. Отрицание. Отрицание. Ой, или альфа от минус X, минус Y, извините, вот минус произведения, неужели оно равно произведению минусов? Нет, нет. Не пойдет. И вообще умножение на константу не подходит, потому что тут квадрат константы будет. Только единственные два числа, которые совпадают со своими квадратами, это 0 и 1. Ну, 1 понятно, а 0 умножение на 0 дает нам не инъекцию. Так. Оказывается, их и нет. Но что бы это, кроме тождественного? То есть, в такой, в общем, богатой структуре автоморфизмов очень мало. Ничего, кроме тождественной функции, тут и нет. Доказательства. Давайте вспомним, что у нас было. ВР выразимых. Кто? Каждое рациональное. Было такое в прошлый раз? Да, было. Отношения меньше. Ну, потому что положительные здесь выразимы. Положительные – это не нулевые квадраты. Ни одно отрицательное квадратом не является. А каждая положительная – это квадрат. Значит, тут выразимо. Каждое рациональное число и отношения меньше. Согласны? Алло. Было такое дело? Да, было. Пусть альфа – это автоморфизм. Я хочу доказать, что любое вещественное число А переводится этим автоморфизмом в себя. Пусть не так. Классика. Пусть не так. Тогда существует такое А, что альфа от А не равно А. Ну, альфа от А либо больше, либо меньше. Правильно? В общем, особой разницы не будет. Без ограничения общности. Было у вас такое сокращение? Без ограничения общности. Не было, но понятно. Ну, значит, у вас не было таких слов без ограничения общности? То есть, оставшийся случай похож на тот, который мы разберем. Сокращение. Ну, смысл главное был. Да. Сокращение стандартное. Ну, вот, что больше, альфа от А или А? На ваш выбор. Я любую ситуацию разберу. Кто кого больше? Ну, давайте альфа от А больше, чем А. Вот А, вот альфа от А. Оно больше. Без ограничения общности А меньше, чем альфа от А. Матан, помним? Примерно. Что существует между любыми двумя вещественными А? Рациональное. Ой. Вот, рациональное. Смотрите, Матан вы знаете, а наш предмет что-то не очень. А почему, непонятно. Существует такое рациональное, которое лежит между вот этими двумя. Правильно? Ну, да. Смотрите, каждая рациональная выразима, значит, каждая рациональная сохраняется. Это что значит? Что значит, что она сохраняется? Куда его автоморфизм переводят? В себя. Да. Любое рациональное остается на месте. Что значит, что порядок выразим? Значит, для любых целых чисел А меньше Б тогда и только тогда, когда альфа А меньше альфа Б. Логично? Да. Порядок выразим, значит, он сохраняется. Ну, теперь смотрим. Вот у нас есть такая фигня. Смотрим. А меньше К. Порядок сохраняется. Значит, альфа А меньше альфа К. Значит, альфа А меньше, чем К, потому что они равны. Но с другой стороны, К меньше, чем альфа. Значит, альфа А меньше, чем альфа. Ну, противоречия. То есть, в чем идея? Так, если хоть одно число куда-нибудь сдвинется, то ведь между ними есть рациональное. Рациональное останется на месте. Но с другой стороны, большее число должно перейти в большее. Потому что порядок выразим и сохраняется. Противоречия. Таким образом, не существует такого числа вещественного, которое перешло бы не в себя. Вывод. Автоморфизм этого поля, он ровно один. Это тождественное преобразование. Понятно? Да. Так, у нас никто даже не убежал. Но как-то вы вяло реагируете. Я с двумя студентами что-то разговариваю. Так. Ну, давайте последнее. Все-таки время наше истекло. Но с другой стороны, ДЗ-то надо сдавать. Последнее у нас такое. Это вот что. Я не буду теперь искать все автоморфизмы. Их можно найти. Но это немножко нудно. Вот в такой структуре натуральные числа и отношения делимости. Помните, мы там простые и прочую фигню выражали. Невыразим. Обычный человеческий порядок меньше. То есть надо построить автоморфизм, который сохраняет делимость, но не сохраняет порядок обычный меньше. Наш автоморфизм должен сохранять все выразимое. Простые числа должны перейти в простые. Нод и ног должны сохраниться. Числа, свободные от квадратов, должны перейти в свободные от квадратов. И наоборот. Взаимно простые должны перейти в взаимно простые. Все это должно сохраниться. Степени простых должны быть степенями простых. Кстати, показатели их тоже не должны измениться. А вот меньше может не сохраниться. Давайте напряжем интуицию и попробуем понять, что мы можем сделать с нашими числами, чтобы делимость сохранялась, а естественный порядок нет. Есть идея? Нету идей? Основную теорему арифметики проходили по дискре 1. Ну, и что? Каждое число, кроме нуля и единицы, понятно, что у нас 0 и 1 выразимы. Мы хотим построить автоморфизм, который нарушил бы этот порядок. А невыразимы, значит, для любого автоморфизма 0 и 1 переходят в себя. Альфа от нуля равно нулю, а альфа от единицы равно единице. Помним, почему они выразимы? Ноль – это число, которое на всех делится, а единица? Единица – это то, на что все делятся. Правильно. Простые выразимы. Помните, мы выражали простые? Простые – это такое, которое делится только на себя и на единицу, но само оно не единица. Простые выразимы. То есть, у нас П простое тогда и только тогда, когда его образ простой. Значит, простое переходит в простое. Но в какое? Может оно в само себя перейти? Может, но это будет тождественный автоморфизм. В общем, можно догадаться. А нам нужно одно простое перегнать в другое. Давайте наш альфа работает вот так. Двойку оно переводит в тройку. Если у нас есть тройку, оно переводит в двойку. Если у нас есть какое-то другое простое, простое, которое не есть ни двойка, ни тройка, оно переходит в себя. Ну, ноль, естественно, в ноль. Как и нужно. Единицу в единицу. А что можно сказать обо всех числах, которые являются ни нулем и ни единицей? Что мы с ними можем сделать с помощью основной теории арифметики? Разложить на простой минуте. Да, включая двойку и тройку. Вот мы можем его разложить на простые делители. Вот на какие-то там делители мы его разложили. Во что оно перейдет? Ну, давайте мы его отправим куда? Куда бы вы думали? Да вот куда. Мы просто 3,2 поменяем здесь местами, а всё остальное оставим как есть. Вопрос, автоморфизм ли это? Вот то, что я писал. Ну да, да. Почему? Ну, пусть у нас м это какой-то 2 в степени а штрих, 3 в степени б штрих, и там остальные простые идут в каких-то там степенях c1 штрих, cс штрих. Я хочу доказать, что n делит m тогда и только тогда, когда их образы там… n делит m когда? Когда одно число делит другое? Давайте вот эту гадость, которая не содержит p, назовём её q. Не содержит двоек и троек, назовём её q. А это q штрих. Когда m делит m? Разве не n делит m? Вот эта запись означает, что m делит n. Михаил делит Николая. Тот, кто слева стоит, тот делит. У нас в активном залоге математики любят делимость. Не делится, а делит. Но когда одно число делит другое, там степени сравниваются. Ну, когда в каждой степени одного больше либо равна степени… Да, а меньше или равно а штрих, b меньше равно b штрих, но и q делит q штрих. То есть тут вот все степени тоже, соответственно, меньше. Давайте посмотрим на их образы. Ну, что такое альфа от n мы уже видели. А что такое альфа от n? Это 3 в степени а штрих, 2 в степени b штрих, ну и q штрих, оно как было, так и остается. Когда у нас альфа от m делит альфа от n? Ну, тогда и только тогда, когда степени при двойке у них сравниваются должным образом. То есть тогда и только тогда, когда b меньше равно b штрих, при тройке а меньше равно а штрих, но и q делит q штрих. Ну, это же одно и то же. Понятно это? Я в каждом разложении поменял двойку и тройку местами. Ну, в общем, понятно таким образом, что это автоморфизм. Сохраняет ли этот автоморфизм порядок? Нет, не сохраняем. Так, а куда шестерка переходит при нашем автоморфизме? В шестерку. Да, шестерка переходит в шестерку. Удивительно даже. А куда переходит четверка? Четверка. Наука. Куда же четверка переходит? Если двойка и тройка в разложении меняются местами. В девятку. В девятку. Смотрите, у меня шестерка была меньше девятки. Правильно? Ну, давайте так. Четверка. Четверка была меньше шестерки. Правильно? Но альфа от четырех, то есть девять, она не меньше шестерки. То есть альфа от шести. Вот наши отношения меньше не сохраняются. То есть меньше не выразимо. Понятно это? Двое у нас отпали. Ну, ничего. Вопросы, пожалуйста. У меня складывается такое впечатление, что ничего не понятно. Ну, не совсем понятно, почему мы сравниваем именно через делимость. Ну, потому что нам дали такую структуру. Нам дали натуральные числа с делимостью. И спрашивают, можно в терминах делимости выразить естественный порядок? Все, понял. Я думал, это единица просто. Нет, как же это единица? Мы все делим, делим, делим. Вот же мы их как раз по делимости сравниваем. Вот, хотим доказать, что делимость сохраняется. Вот. Ну, вообще, я глобально говорю. Что-то у меня нет ощущения, что в целом понятно, что происходит. По разным признакам. Как-то это нехорошо. А что так? Вы у нас как бы продвинутая группа? Или нет? Как вы считаетесь? Что значит продвинутая или нет? Ну, я не знаю. У нас, например, есть пилотный поток. Может, на основном потоке тоже есть какие-нибудь пилотные группы. Просто мне очень понятно, в чем проблема. Логика, она, конечно, туго идет. Но как-то вот, мне кажется, что у нас идет с вами она особенно туго. Это не радует. Да нет, вроде нормально. Ну, конечно, так сказать, ДЗ рассудят. Коллоквиум. Да, ну, вопросы я в ближайшее время постараюсь сделать. Коллоквиум у нас будет на последней учебной неделе декабря. Вот. По алгоритмам можно готовиться. Но по логике вопросы, ну, немножко будут добавляться. В общем-то, никаких таких уж особенно великих дел мы с вами совершать не будем. Ладно, сложные доказательства я спрашивать коллоквиум не буду. Пожалуйста, какие-то есть вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...